Девушки отдыхают В этой фильмографии насчитывает порядка 80 работ. И в ней значатся такие легендарные картины, как «Государственная граница», «Тени исчезают в полдень», «Батальоны просят огня» и другие. Геннадия Королькова знала и любила вся страна. Его называли русским Бельмондо, восхищались талантом и обаянием, узнавали на улицах и просили автограф. В течение четверти века он был очень востребован, однако закончил Геннадий Корольков в свои дни в забвении. Геннадий Корольков появился на свет в самом начале Великой Отечественной войны, 3 июля, когда отец ушел на фронт. А мама, едва успев оправиться от родов, пошла в партизаны. Выхода другого у нее не было. Она занимала пост секретаря комсомольской организации, и когда Смоленскую область оккупировали фашисты, оставаться там было опасно. Великой Отечественной войны Удалось всей семье. А после они перебрались во Львов, где будущий актер учился в школе. Он занимался самодеятельностью, а педагоги отмечали его талант. Сам Гена сомневался в себе, а потому после получения аттестата пошел работать на завод, слесарем. Но при этом стал учиться в студии при театре. Спустя год он отправился в Москву, поступать в школу-студию «МХАТ». Но учебное заведение покорилось только с третьей попытки. А после окончания его приняли в труппу Центрального детского театра. Свой первый опыт в кино Геннадий Корольков получил в студенческие годы, снявшись в эпизоде фильма «Человек, который сомневается». Но звездный час актера наступил после сыгранной главной роли в фильме «Три дня Виктора Чернышева». Именно эта работа была замечена режиссерами, и его стали приглашать на съемки. На протяжении четверти века он был одним из самых востребованных советских актеров. Он был очень трудолюбив, не отказывался ни от маленьких, ни от больших ролей. Но в начале 90-х сниматься стал все реже и реже. Трудные были времена не только для кинематографа, но и для всей страны. Актер, переживший годы славы и народной любви, был вынужден перебиваться с хлеба на воду, а после устроился гардеробщиком в театр-студию киноактера. Он поначалу скрывал от семьи, кем работает, настолько неловко себя чувствовал. А позже стал искать утешение в горячительных напитках. В 1994 году начинающий сценарист и режиссер Галина Евтушенко сняла о нем свой дебютный фильм «Где-то я вас видел». Позже он снова стал сниматься в кино, выходить на сцену, но о былой славе речь уже и не шла. Все чаще проводил вечера в компании бутылки. Все сильнее погружался в зависимость и в депрессию. Жена какое-то время пыталась бороться с пагубным пристрастием супруга, но позже не выдержала и ушла после 30 лет совместной жизни. Актер остался совсем один. К нему лишь наведывался его сын Антон, который тоже пошел по стопам отца и стал актером. В 2004 году у Еннадия Королькова обнаружилась взрослая внебрачная дочь, которую родила чешская актриса Зденка Бурдова после бурного романа, случившегося в 1976 году во время съемок в Праге в картине «Звезды на утреннем небе». Отец и дочь встретились в Москве. Позже к нему прилетела и ее мама. Ленка Бурдова живет и работает в Праге. Она ведущий на одном из самых популярных телеканалов. Возможно, они могли бы встретиться и еще раз. Только вот судьба начала отсчет последних дней жизни актера. За суетой и отчаянием он не обратился к врачу, когда у него ухудшилось самочувствие. Списал все на возраст. А врачи обнаружили у него онкологию, которая уже не поддавалась лечению. Последние дни своей жизни он провел в хосписе, где и закончил земной путь 23 января 2007 года. Геннадий Корольков стал одним из тех актеров, кто был популярен и знаменит, но в какой-то момент оказался в полном забвении. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели данное видео. Мы будем вам благодарны за оценку и комментарии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики.